Доброе время суток! И весь в белом. Да, и чисто выбритый надо говорить? Конечно. Да. Приветствуем! Привет! Как сезон? Ой, сезон прекрасный. Никакие ковиды, я так понимаю, тебя, в общем, особо не расстроили. Ты их сильнее. Да, я быстрее. Ну, давай начнем с главного. Ты побывал в Москве на любопытнейших выставках. Прошу. Да. Да. На самом деле, внезапно вдруг решили на прошлых выходных сменить атмосферу, обстановку и город. И прыгнули в автомобиль, протестировали платную трассу М11, примчались в Москву, поселились в самом центре и пошли на выставку «Орел Экспо». Это у нас крупнейшая, наверное, российская выставка производителей оружия всяческого, спортивного, охотничьего, там, и, ну, все, что производится в пределах российского законодательства, любое оружие, там можно было посмотреть, потрогать, оттюнинговать и сделать что-нибудь с ним интересное. Ну, это не нам. Это не к нам, это на другое радио. Да. Да. И, слушай, был ли какой-нибудь супер-бестселлер? Как вы знаешь, мотовыставка, и, например, на нем будет презентован новый «Дукати». И все смотрят выставку, да, но движутся все-таки вот к основному. Слушай, ну, вот как прям такой бестселлер, бестселлер, наверное, нет, потому что вся эта оружейная индустрия, она делится на несколько больших категорий. То есть это реально спортивная стрельба из пистолетов, спортивная стрельба из карабинов, тактическая стрельба. Это что такое? Тактическая – это когда либо на природе, на естественной местности участник проходит полосу препятствий, на которые нужно поразить различные мишени. То есть от которой неожиданно появляются, да, вот в этом тактика, да? Да, да, да. Вот, также есть так называемые интерьерные тактические решения, когда очень много всяких перегородок, где нужно зайти в помещение, там террористов уничтожить, мирных жителей оставить. Спасти. Спасти, да, это все так. Ну, естественно, это все через манекены и так далее. Но такая интересная история позволяет размяться. Вот, то есть, ну, первый шаг к этому – это, наверное, страйкбол. Очень многие этим увлекаются пластмассовыми шариками, когда пластмасса уже, в общем… А пробовал ты эту штуку? Да, я все пробовал. И пейнтбол, и страйкбол. Это, конечно, ну, интересная такая штука – побегать, там, попрыгать. Вот, но все-таки ты понимаешь, что, по большому счету, это игрушечное оружие, и оно даже по весу, по каким-то своим параметрам, оно не может быть отнесено. Не может быть приравнено вот к этому прекрасному Калашникову или там чего-нибудь такого. Ну, просто сам по себе, вот, ну, для меня это тоже такая история достаточно новая. Угу. Ну, вот, и когда я первый раз попал в стрелковый клуб, там, так называемый галереей, то есть это пространство, где есть много различных мишеней, и ты стреляешь по различным мишеням, там, через различные оптические увеличители, там, приклады, в смысле эти… Прицелы. Прицелы, коллиматоры, там, и так далее. Вот, и сам вот этот процесс, когда ты стреляешь, когда у тебя отдача идет в тебя, и ты попадаешь, ты это видишь, что ты попадаешь, прям, ну, кайф. Кайф такой, прям, я даже не знаю, с чем это сравнить можно. Ну, а я можно добавлю, да, что радиостанция «Моторадио» может иметь отличное мнение от мнения гостя, который прямо какой-то каннибализм тут показывает нам. Ну, я по картону. Да. Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь. Да, да, да. Так что, ладно, хорошо. А что-нибудь, какие-то тенденции, что-то такое в этой технике любопытное, и разговаривал ли ты там со специалистами? Потому как, если выставка, знаешь, подходишь, и всегда есть какой-то человек, который рассказывает про свой какой-то некий экспонат. Что-нибудь тебя поразило? Ну, я на всех стендах проводил какие-то беседы, потому что, несмотря на то, что я человек в этом деле новый, но уже какой-то информацией я владею. Я задавал те вопросы, которые меня реально интересовали. Не от болты там, типа, сколько стоит там, сколько, как он стреляет и из чего. Потому что к этим вопросам, как я понимаю, все участники выставки уже привыкли и относятся к ним так, достаточно поверхностно. То есть они так отвечают, и все, чтобы человек уже либо ушел. Там, на самом деле, есть достаточное количество посетителей, которые просто приходят потрогать оружие. Это для них единственная возможность вообще прикоснуться к таким предметам. Сейчас, к сожалению, в связи с некоторыми событиями идет очень сильное ужесточение по отношению к владельцам гражданского оружия. Вот. И при этом очень много споров, различных мнений по поводу того, как, в принципе, простому российскому гражданину относиться к оружию, как регламентировать оружие травматическое, там, спортивное, охотничье, разрешать, с какого возраста. Это сейчас прям самая обсуждаемая тема среди всех. А у тебя есть какое-то сложившееся мнение? У меня есть. Есть такой тезис, что если разрешить продажу оружия, ну, естественно, с оговорками, с поправками на то, что ты там должен принести реальные справки, что ты не псих, там, нормальный человек, для собственной самозащиты. И считается некоторыми, что это приведет к всплеску преступности, якобы. А другие люди говорят наоборот, что так как бандиты всегда и так вооружены, без всяких этих справок, а ты как раз вот нет, то как раз наоборот вот этот криминал весь, он начнет опасаться. И типа наоборот будет как-то поменьше. Но ответа нет, мы не пробовали пока. Мы можем ссылаться на опыт, там, Соединенных Штатов, на опыт России до революции, когда рабочий из Путиловского завода мог легко пойти купить, ну, если денег хватало, там, револьвер себе, например, это не возбранялось. То с большевиками все у нас, у всех все отняли, и теперь вот этот тезис, он так обсуждается. И вот то или иное мнение у разных людей, оно разное, а у тебя? У меня мнение следующее, что гражданское оружие у законопослушного гражданина должно быть обязательно, потому что криминальный элемент там в любом случае найдет то, что ему требуется для совершения противоправных действий. Это будет, естественно, неофициальное оружие, потому что он же, ну... Он криминальный? Да, он криминальный. Нет, он, конечно, бывают конченые дебилы, которые покупают официальное оружие, идут этим же оружием совершать какие-то криминальные действия. Но это уже к психиатру. Если человек осознанно идет совершать какие-то криминальные действия, он же не будет регистрироваться при этом официально. Он где-то там купит, что-то сделает, выкопает, не знаю, сам сварганит. Но, к сожалению, сейчас в Питере, в Москве, в таких очень крупных городах Огромное количество жителей и местных, и приезжих И криминальный элемент здесь достаточно хорошо цветет И криминальный элемент на данный момент знает, что общая масса населения не вооружена Поэтому совершать против них противоправные действия можно спокойно Особенно группы лиц и так далее Так вот, наши законодатели начинают зажимать, естественно, обычное население различными поправками Но, как это ни странно, чины МВД предложили инициативу, наоборот, разрешить гражданскому населению Приобретение короткоствольного боевого оружия То есть не травматы вот эти резиновые, которые, в принципе, никакого особо действия не оказывают А нормальные боевые пистолеты Потому что, если криминальный элемент будет знать, что вокруг много гражданского населения Которое обучено, которое умеет пользоваться и которое вооружено То желание совершать противоправные действия крайне быстро улетучивается Поэтому я считаю, что нужно вносить культуру оружейную Обучать население, чтобы гражданин уже сам непосредственно понял Надо ему это, не надо Может, кому-то просто не надо Кто-то убежит, позовет полицию И для него это достаточно Кто-то хочет отстаивать свою гражданскую позицию Доставать оружие и противодействовать Большой специалист в области стрелкового оружия Философ предназначения вооружений в целом Ну, как бы еще тебя назвать Один из столпов петербургского мотоциклизма Анатолий Граф Дежевский в студии у нас Чему мы рады Но, тем не менее, что любопытного и интересного? Что-то было такое? Любопытного и интересного на этой выставке то Что любое оружие, которое продается официально в Российской Федерации Можно кастомизировать Вот это для меня было прям открытием В смысле, официально? Официально, да-да-да То есть я всегда думал, что ты купил там пистолет И должен в МВД отчитываться Вот он у меня, видите? Я ничего не удлинял, ничего не спиливал Там есть нюансы Просто в основном кастомизация оружия Это все-таки в большей степени визуализация То есть это какие-то внешние детали Которые видоизменяют вид оружия Которые позволяют более удобно там держаться за него То есть там рукоятка, там цевьё, ещё что-то То есть предметы, которые предназначены для более комфортного процесса Вот Ну и, как говорят наши друзья Это, во-первых, это красиво А кому ты его покажешь? Не, ну на самом деле, во-первых, поездки в стрелковые клубы В тиры Естественно, там ты же не один едешь Ты едешь с друзьями И между друзьями ты можешь показывать То есть вот этот кейс такой, да? Да, да Чехол какой-нибудь там Чехольчик, да Всё замшевое, всё в золоте Ну, естественно, конечно Пистолет обязательно должен быть золотой и с бриллиантами Слушай, вот золотой пистолет, ну это же, ну как-то такое нелогичное содержание Ну по смыслу словосочетания Золото, мягкий металл Золотое, наверное, относительно всё-таки внутри там Ну, естественно Те непосредственные детали, которые используются для выстрела пули И полёта пули в мишень Они делаются из металла Они делаются из тех материалов, для которых предназначены Вот, но хотя в последнее время я заметил, что огромное количество оружия, которое представлено у нас Делается облегчённо То есть это либо сплавы, пластики какие-то очень активно используются И даже была история такая в объединённых американских республиках Когда один человек, обладая инженерным каким-то образованием Создал пистолет в 3D-модели Напечатал его на 3D-принтере и совершил выстрел И снял это на видео Вот, законодатели приехали к нему, значит, естественно, его арестовали Вот, а производители оружия выкупили его у законодателей Там у них практикуется такая история, что он никого не убил Там никого не совершил преступления против человека Вот, и они его себе в лабораторию выкупили И он сейчас сидит, разрабатывает оружие Для Джеймса Бонда, да, наверное? Ну, есть такая вероятность, да То есть, в принципе, уже даже эта индустрия доходит до того, что можно, используя бытовые совершенно предметы, которые можно купить в магазине Можно для производства или для тюнинга оружия использовать Ну, хорошо, вот ты так и не признаешься в том, что тебя там поразило на этой выставке, еще из любопытного Но, может быть, какие-то новые, там, Сайга 225, там, модель Все ждали, была 224 много лет, и теперь вот новая Или какой-нибудь там более емкий магазин для какого-нибудь пистолета Слушай, ну, каждый, на самом деле, вот эта выставка, она вообще ничем не отличается от Эмиса и от мотовесны среди мотоциклистов Раз в год каждый крупный производитель представляет какие-то новинки, которые отличаются от предыдущих Тогда возвращаемся к началу программы Что же нового-то было? Нового было то, что помимо захватившего мир концерна Калашников Обращается внимание и производят уже на территории Российской Федерации аналоги иностранного оружия Вот, поскольку сейчас санкции, и сейчас невозможно купить иностранное оружие, в принципе, в магазине Наши производители сделали очень просто Они покупают лицензию и производят оружие, которое во всем мире используется, а у нас оно не представлено Вот, и они, если раньше, придя в магазин, ты мог купить либо там вот эти вот одноствольные и двуствольные ружья Там переломчатые или помповые Сейчас можно купить многозарядный карабин Либо на базе Калашникова, либо на базе американской винтовки АР И ты, в принципе, можешь себе собрать точную копию любого, как бы, карабина, который используется во всем мире Сейчас вот, как бы, четкое соперничество идет системы Калашникова и системы АР Обе системы, они древние, как НИР Вот, потому что, что Калашников изобрел АК-74 очень давно, ну, АК-47 первый Вот, что АР, она еще до Вьетнамской войны изобретена там древняя-древняя-древняя Но настолько удачные были непосредственно сами вот эти вот проекты, сами макеты Что их сейчас просто совершенствуют Есть фирмы, которые производят принципиально новые модели Но поскольку сообщество, оно достаточно консервативное В основном этим оружием владеют спортсмены и охотники Вот, и те, и другие ребята консервативные Они любят не изучать что-то новое, там, как-то приноравливаться Они любят, вот, показывать какие-то результаты Значит, на чем учился, на том и стрелять Да, 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 что спортсмены, ему важно выскочить на поляну Значит, быстро перезарядить, быстро поразить там несколько мишеней Получить первое место, медаль и почет Что охотник, ему нужно, там, выйти куда-то в лес, там, найти какое-то животное Застрелить всех лосей в округе Ну, кого-то, да, я просто к животным отношусь с большим уважением И не хочу их истреблять Нет, нет, конечно, конечно, да Вот, а поэтому я вот только на картонные мишени охочусь И мне этого вполне достаточно Слушай, ну, а какие-то бренды известны Ну, что мы знаем, там, Винчестер, Ремингтон, пистолеты Глок, полицейские Беннель, Зигзаур Парабеллум какой-нибудь, что там, ну, угу Там есть, да, вот, допустим, русский концерн Техкрим Который изготавливает и патроны, и оружие Они сделали копию пистолета Зигзаур П-226 Для оружия самообороны Они сделали Глок, они сделали Кольт То есть все эти пистолеты представлены и в качестве оружия самообороны То есть для использования с резиновыми патронами Вот, так и для использования в спортивной стрельбе пулевой Но спортивная стрельба, там больше прям кастомизация очень лютая идет И там многие производители изобретают пистолет, который бы идеально обволокивал ладонь То есть там эти пистолеты, они вообще, ну, у них только внешность пистолета Вот, а сделаны они прям Чуть ли не под руку каждого конкретного спортсмена А можно говорить, например, об отдельном направлении Оружие не для конкретно достижения рекордов именно по стрельбе А что-нибудь такое, то, что внутри спорта Биатлон тот же самый Потому что тут не только точности и так далее Но еще, чтобы легкий был, чтобы не лупил тебя по спине, пока ты на лыжах, правильно? Чтобы не замерз, чтобы, ну, и прочее-прочее Ну, да, любое, как бы, оружие, которое изобретено для того, чтобы поражать любые мишени Там, неважно, это биатлон или пулевая стрельба в зале Оружие должно быть легким Должно быть дальнобойным И, как бы, должно позволять человеку попадать в нужное место с определенного расстояния Естественно, все производители гоняются за улучшениями какими-то То есть они постоянно облегчают, улучшают, модернизируют, внедряют новые материалы И вот, а, вот, кстати, по поводу того, что что-то уникальное На этой выставке было ружье, сделанное русскими оружейными мастерами Стоило оно там какие-то запредельных 3, по-моему, миллиона рублей Вот, все полностью сделано из драгметаллов Там и цевье, и приклад, там дерево какое-то хитрое-хитрое И ствол был карбоновый То есть карбоновый ствол Изнутри там какое-то хромовое покрытие То есть, ну, во-первых, это там произведение искусства было Вот, ну и производители, они все-таки нацелены на коллекционеров В том числе, которые хотят, чтобы их оружие было не только надежное, качественное И стреляло в нужное место, но оно еще было очень красивое И индивидуально это вообще Индивидуально, да Чем индивидуальнее, тем дороже потом будет продаваться Были там организации, да, которые персонализировали все оружие То есть можно было там какие-то вязь сделать, там свои имя написать Возвращаясь к выставке, на которой ты побывал А что за люди приходят туда? Много ли маньяков ты видишь? Каких-то вот сладострастных людей Которые поглаживают, там, вот этот приклад Какое-нибудь оружие И ты, понимаешь, не, лучше обойду его Что там за люди вообще? На самом деле, по моему личному персональному мнению На выставке максимальная концентрация Абсолютно вменяемых, адекватных людей Которые занимаются своим любимым делом То есть одни занимаются продажей, производством и кастомизацией Другие занимаются либо спортом, либо охотой Либо коллекционируют это все, да Либо коллекционируют, да Но там прям все настолько круто, интеллигентно, спокойно Естественно, там есть некий контингент, который приходит И с высунутым языком они бродят по этим стендам Вот, потому что, ну, это реально единственный для них легальный способ Потрогать какое-то оружие в принципе Но, во-первых, все оружие, которое там представлено Оно, естественно, не заряжено Поэтому трогать его можно сколько угодно Перезаряжать, там, дергать эти затворы Щелкать курками Это можно все делать в неограниченном количестве С учетом того, что оно достаточно надежно С ним ничего не произойдет Вот, но общий контингент, конечно, очень классный Я там познакомился с огромным количеством очень интересных людей Я сейчас отсматриваю различные YouTube-каналы Именно блогеров-оружейников, которые вообще в принципе занимаются этим Я понял, что максимальная концентрация вот вменяемости Именно у людей, владеющих, официально владеющих гражданским оружием Потому что они прекрасно понимают свою долю ответственности вообще за все То есть вот они обладают предметом, который, в общем, предназначен изначально издревле для того, чтобы убивать Не важно там Давай перефразим, защищаться Ну, автоматическое оружие, оно вообще в принципе изначально изобретено для того, чтобы вражеская армия несла большое количество раненых Потому что убитые — это убитые Его как бы закопал, и пошла армия дальше А раненые — это люди, которых нужно лечить, таскать за собой Это очень сильно армию сковывает Поэтому вот первый этот пулемет Гатлинга великий, который при помощи рукоятки Да-да-да, такой Да, совершал автоматический огонь Он как раз был изобретен для того, чтобы индейцев останавливать Потому что они же, ребята, вообще бесстрашные Вот, и когда... А помимо того, что они бесстрашные, они очень любят свои семьи и своих соратников Поэтому, когда большое количество раненых, они останавливали все атаки Ну, как атаки, они как раз защищались Но они... Да, тут по тонкому льду вы тут ходили Да-да-да Ну, не суть, не суть, важно В общем, человек, который знает, что у него в руках предмет, который может нанести какие-то вещи Он очень тщательно относится к нему, тщательно относится к его хранению Занимается спортом, занимается охотой и относится к этому всему очень ответственно Поэтому вот именно контингент там очень классный, очень крутой Охрана была на входе, на выходе? Ну, естественно, да Естественно, там были... Ну, какая-то более серьезная, чем на обычных каких-то прочих Там была вменяемая охрана, которая прекрасно знает, что если человек приходит на оружейную выставку У него может быть с собой персональное оружие На которое у него есть разрешение Вот, и, ну, как я понимаю, там ребята были физиономисты Вот, потому что они с кем-то, они просто перекидывались там парой фраз Кого-то они попросили там приоткрыть какую-то сумочку, там показать еще что-то Но вот пока мы там были, в течение практически всего дня никаких там эксцессов, конфликтов, ничего не было То есть, в принципе, все очень хорошо отлажено Очень хорошо все сделано То есть, на высшем уровне сделана выставка Вот, но это, грубо говоря, единственное мероприятие всероссийского масштаба Куда съезжаются и производители, и потребители Вот, а самое важное для, вот, как бы, для тех, кто хочет к этому приобщиться сейчас В связи с новыми поправками к оружию Если вы хотите заняться спортом Если вы хотите заняться охотой То сделать это нужно прямо вот сейчас Потому что, по новому закону, обладать длинноствольным оружием может человек с 21 года А первые два года он может обладать только однозарядным или двухзарядным оружием То есть, это одностволка или двухстволка А все вот эти вот полуавтоматические карабины и помповые ружья Это уже через пять лет и чуть ли не по нарезной лицензии Поэтому, если есть желание заняться именно спортивной стрельбой Или стрельбой, там, развлекательной Такая тоже, кстати, есть То лучше это сделать сейчас Потому что потом это будет либо сложно, либо вообще невозможно Были милые дамы? Или это чисто мужская история? Там были милые дамы очень много Я туда ездил, кстати, с супругой И она, когда увидела глаза человека, попавшего в детский мир Она сказала, так, я все поняла Все, иди И для женщин Там, кстати, ребята, организаторы очень крутые Молодцы, потому что они, помимо того, что устроили детский мир для мальчиков Они устроили такие закутки для девочек То есть, там были какие-то украшения Какая-то парфюмерия была И, в принципе, для девочек тоже Они сделали очень много чего интересного Кафешечки были Кстати, очень интересный был лектор Там, ну, такая была небольшая сцена Такой амфитеатр И лектор, он производил мастер-класс по приготовлению дичи Я не знаю, как бы, можно ли купить сейчас дичь Ну, где-то в магазине Я, честно говоря, не задавался ни разу этой целью Но он рассказывал, там, блюда из кабана Блюда из каких-то вальшнепов Там, каких-то индеек диких Вот, и барышни внимательно слушали Потому что у него там доска Этот разделочный нож Там помидорки резал он То есть, ну, очень круто Там все было интересно То есть, это не то, что там пришел И вот оружие, оружие и все Там такая вот общая тема Ну, как и на наших мотоциклетных выставках Там же не только мотоциклы Еще и запчасти там О, да, о, да Давай будем пытаться начать подводить итог Было ли все-таки что-то прорывное? Представлена какая-нибудь пуля Которая там при тех же размерах Более убойная Какой-нибудь порох Который там при том же количестве Что-нибудь, не знаю, электрооружие Какое-нибудь Пьезо Я, наверное, вот для того, чтобы это На этот вопрос ответить В следующий раз приглашу Какого-нибудь приятеля Который совсем в теме Потому что я еще не в теме Вот настолько Я не могу сказать Было ли там что-то прорывное Или не было В следующий раз я приду С гостем Который в оружейной истории Более глубоко И он является оружейным блогером Я думаю, это будет интересно Нашим уважаемым зрителям И слушателям Вот И он уже расскажет Какие-то интересные вещи О которых я Я вот сейчас рассказываю С точки зрения Человека, который только влился И вот у меня прям Это воодушевление Вдохновение Такое удивление Вот А он спокойно Размеренно Расскажет Покажет Может быть какие-то там Интересные факты Мы с ним вместе Узнаем Ну Напоследок спрошу Как твой мотоцентр Жив-здоров На том же месте Все хорошо Да Зимнее хранение Вовсю идет И Уже у вас уже зима Да? Ну естественно Ну холодно же стало Все стали уже закатываться Поэтому у нас уже Да У тебя же в этом районе Там ты единственный Такой, да? Большой Ну из Как сказать Из пора вести себя красиво Что прям кафель Там чистота Камеры и все такое Наверное да Я не знаю На Ржевке там больше вроде как особо так и нет Больших таких Ну да В Калининском у нас районе Ну есть там мастерские какие-то Но вот так чтобы прям Много всего и красивого Не знаю Ну тогда так и завершим Да? Что у нас в эфире был Руководитель большого и красивого мотоцентра Замечательный Анатолий Граф С рассказом об оружии Весь он под впечатлением Я надеюсь было интересно Подкаст программы будет сегодня вечером Ну и спасибо тебе большое Анатолий И ждем тебя в гости еще Всегда спасибо Спасибо и счастливо Пока Пока